так заработали немножко бабок можно все это продать в принципе хотя доспех и сына мне очень нравится 22 уровень принципе классный доспех сопротивление яда можно оставить хотя чё у нас деле есть от яда какие-то и волга там а а так надо взять барахло для крафта там какие-то проволоки я брал сейчас посмотреть что не хватает для перчаток штанов и виду чертеже не жри столько это еще почему что это за чучело так мы шнурок в принципе можно взять бы так светящаяся руда доспех я сделал перчатки слитки серебра можно сделать и 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 Просто надо будет как-нибудь продать. Тема хапчика, она вообще актуальна, когда умение мало прокачано. И регенерация здоровья вообще под вопросом. Зелье вот пьешь, а там интоксикация, нельзя ей больше зелье пить. Так, а эти мячи, я думаю, можно продать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Значит, вернулся. Я был прав, а? С удовольствием взгляну на товары. С удовольствием взгляну на товары. Продолжение следует... 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 Поехали! Любопытно! Он обычно проходил как фехтовальщик, типа вот там на уроке, а тут пошел в обход и вот нахожу письмо. Дорогая моя Роза, с того самого мгновения, как я увидел тебя на приеме у Вегельбуда, в сердце мое бьется только для тебя. Не могу ни есть, ни спать. Мой наставник чуть было не вырвал меня за рассеянностью. А я даже не знаю, помнишь ли ты меня. Альберт Вегельбуд познакомил нас у стола с печенными каплунами. Я как раз закусывал одним из них, и когда узрел тебя, кусок застрял в горле, и я чуть не задохнулся. Ты рассмеялась? О, как сладко, как звонко ты рассмеялась. Этот чудный звук до сих пор звенит в моих ушах, и живу я лишь надеждой услышать его снова. Прошу, молю о встрече, хоть на миг, хоть на секунду. Буду ждать у колодца в золотом городе каждый день на закате. Если не безразлична тебе жизнь несчастного влюбленного, смилуйся надо мной и прибей. Не стязай меня вечным ожиданием. Твой страстный поклонник Гилберт Блит. Может быть, какой-то интересный плейс будет. По всему городу ходят слухи, что тебе нравятся такие, как я. Не отпирайся, цветочек. Для тебя, госпожа Варатре. И лучше, цветочек, исчезни отсюда, пока я не рассказала о тебе отцу. КОНЕЦ Что обычно пропускалось. КОНЕЦ КОНЕЦ Кто ты и что здесь делаешь? Отвечай немедля, или я вызову стражу. Прости, что я пролез к тебе тайно. Я Геральт, друг Барда Лютика. Геральт из Ривии? Ведьмак из песен? Ты что тут делаешь, приблуда? Как ты сюда попал? С главного входа я никого не пускал. Великим солнцем клянусь, барышня. Молчи, я все улажу. Следи за выражениями. Это... Это Фредерик Франсис де Бержерак. Новый учитель фехтования, верно? Веди его в зал для занятий, я вскоре присоединюсь. Но госпожа, это же ведьмак. Он так сам говорил еще минуту назад у дверей. Капитан, ты правда считаешь, что Роза Вар-Атре будет упражняться с любым растяпой, который возомнит себя фехтовальщиком? Так вот, род Вар-Атре всегда требует лучшего. Потому папа и нанял видимака. Проводи его в зал для занятий. Живо! Так точно, барышня. Надеюсь, ты знаешь, во что ввязываешься. Я тоже. Барышня Роза, та еще вести. А как дорвется до клинка, не знает жалости. Деревянный возьми. И смотри, барышню не повреди. А то господин посол озвереть изволят. За мной. Ты мой новый учитель? Ну-ну, в этот раз папа расстарался. Начнем с деревянных мечей. Я должна знать, чего ты стоишь. Очень быстрый! На что тебе два меча? Иди, иди сюда. Хватит восхариться! Дерись! Ну, давай! На что тебе два меча? Ты даже с одним не управляешься. Хватит восхариться! Ну, сколько мне еще ждать? На что тебе два меча? Ты даже с одним не управляешься. Хватит восхариться! Дерись! Я выиграла! Неужели в этом городе нет никого, кто мог бы меня хоть чему-то научить? На самом деле, я не учитель фехтования. Нет? А кто? И каким чудом ты сюда попал? Я ведьмак, и я ищу... Ведьмак? Великолепно. Всегда хотела познакомиться с ведьмаком. Это так оригинально. Безмерно. Но позволь, мы поговорим об этом как-нибудь в другой раз. Я пришел спросить про твоего учителя риторики, Лютика. Учителя риторики? Тоже мне учитель. Это папа его нанял для риторики. А он играл, пел и воображал себе неизвестно что. Но между вами были некие отношения? Ну, если считать отношениями, что он за мной ухлёстывал, то... Даже тогда между нами ничего не было. За нас счет развлеклась моя сестрица. Ну все, хватит пустой болтовни. Становись! Я требую реванш. А ты быстрый! Что, драться расхотелось? На что тебе два мча? Ты даже с одним не управляешься. А ты быстрый! Хватит вахвариться! Дерись! На что тебе два мча? Ты даже с одним не управляешься. Хватит вахвариться! Берись! Хватит вахвариться! На что тебе два мча? Ты даже с одним не управляешься. Никак вы, блядь, не научитесь. Хватит вахвариться! Дерись! А ты быстрый! На что тебе два мча? Ты даже с одним не управляешься. Дерись! Дерись! Хватит вахвариться! Дерись! Ну, сколько мне еще ждать? На что тебе два мча? Ты даже с одним не управляешься. Хватит вахвариться! Хватит вахвариться! Хватит вахвариться! Хватит вахвариться! А ты быстрый! Пора заканчивать! Хватит вахвариться! Дерись! На что тебе два мча? Ты даже с одним не управляешься. Дерись! Дерись! Да. Может, ты не учитель пиртования, но мог бы им стать. Не хочешь дать мне пару уроков? Нельзя отказывать, если дама настаивает О чем это вы там шепчетесь, голубки? Ты спрашивала о моих отношениях с Ротиком? Вот и виновница всего недоразумения Эдна Вар Атре Главная склочница к югу от Еруги Погодите, погодите, значит Лютик вас перепутал? Бывало, но тогда Роза быстро приводила его в чувства Закрай на минуту свой зловредный ротик, сестричка И позволь мне объяснить Эдна посылала Лютику любовные записочки от моего имени Он по своему тщеславию, конечно, всему верил А мне оставалось осаживать престарелого барда, если он переходил границы Роза, у меня были самые благие намерения Я помогала тебе сделать первый шаг Я же видела, как ты краснела, когда он декламировал свои вирши Я тебе сейчас погребальную элегию продекламирую, если ты не прекратишь Спокойно Ни один поэт не стоит того, чтобы сестры вцеплялись друг другу в волосы Особенно, какой бездарный Мне надо понять, кто-нибудь из вас видел Лютика в последнее время? Может, Эдна? Я точно нет Сестричка, я бы не отважилась встречаться с человеком, которому ты пылаешь тайным чувством Как пылать к нему тайным чувством, если он воспевает таланты другой? Я еще не спятила Готов поспорить? Надоело оплачивать капризы императора Мне интересно, как решится судьба войны? Папа говорит, все зависит от Родовида и от того, кто первый займет Новиград А при чем здесь Новиград? Новиград это вольный город, он никогда не вмешивался в военные конфликты Каждый ребенок знает У Новиграда самый большой флот на свете А на его казну, как говорят, можно собрать две армии А вот еще что Эдна! Лютик вел себя в последнее время как-то необычно Вы не замечали ничего странного? Хм, скорее нет Оставь ее в покое, Геральт Она так влюблена, что не заметила бы превратись он в волкалака Эдна! А что? Скажешь, его уроки были обычными? Он нас даже на кладбище водил Уроки риторики на кладбище? Странно даже для Лютика Он хотел, чтобы мы навестили могилы профессоров А кончилось тем, что стал расспрашивать нас про Марграфа Хенкеля Это кто? Старый свихнувшийся сморчок Умер недавно В молодости, говорят, он был меценатом О ком говорил Лютик? Вы знаете о ней что-нибудь еще? Она должна быть поэтесса или трубодурша Очень способная и необычайно талантливая, разумеется А впрочем, кто его знает? Он мог все это выдумать, чтобы возбудить нашу ревность Жалкий пивун Вижу, он преуспел Ты сразу так и загорелась Я загорелась желанием дать тебе по носу сопля Рад был с вами поговорить, но я должен вернуться к своим делам Приятно познакомиться Заходи еще Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует... 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 Ничто не пришло. Давай, ведьмак, покажи, на что ты способен. Скорость, ветер, обожаю. Давай, ведьмак, покажи, на что ты способен. Какой накал! Прекрасная победа! Благодарю. Для человека, у которого любую лошадь зовут Плотва, ты отлично держишься в седле. Поздравляю! Это твое. А теперь не мог бы я поговорить с твоей горничной, госпожа. Ах, да, Молли. Ты же за ней и приехал. Молли, вон та остатная девушка. Поговори с ней, а затем, если захочешь, мы подвезем тебя в Новиград. А когда ты в последний раз смыл голову? Ты же в голове сплошной гоголь-могом. Вот. Я Молли. Кажется, ты хотел меня видеть, сударь. Зови меня Геральт. Геральт? Тот самый Геральт? Которого Лютик вытаскивал из стольких передряд? О, да. Если бы не он, меня бы тут не было. Он рассказывал мне о ваших приключениях. Как он воодушевлял тебя песней на бой. Как отвлекал Кейрона игрой на лютни. Я говорю буквально. Если бы не Лютик, меня бы здесь не было, потому что я пришел спросить о нем. Ты не знаешь, куда он подевался? К сожалению, нет. Мы давно не виделись. Госпожа Баронесса не одобряет нашего знакомства. Говорит, что Лютик лентяй и пустозвон. Ты представляешь? А сестра его тебе не поможет? Она такая милая девушка. Ты помнишь свой последний разговор с Лютиком? Конечно. Он попросил взаимоденег на лодку. Лодка ему зачем? Чтобы устроить мне романтическую прогулку по каналам при свете луны. Он сказал, что будет клубника, такое вино с пузырьками, и что он будет мне петь арии. Но потом мы больше не виделись. Ты же понимаешь, что у Лютика нет сестой? Есть! Я сама видела. И что забавно, она совсем на него не похожа. Такая блондинка. Может, у них отцы разные? Ага. Матери, наверное, тоже. Может быть. Но он о ней так заботится. Свертки за ней носят. А ты не знаешь, где ее найти? Ой, нет. Я как-то спросила Лютика, когда мы поедем к ней в гости. А он смешался и сменил тему. Спасибо, Молли. Погоди. Прежде чем ты уйдешь, у меня к тебе есть маленькая просьба. Лютик как-то обещал показать мне свою коллекцию мотыльков, но так и не показал. А мне так хочется посмотреть. Тебе не придется его уговаривать. Он этих своих мотыльков всем показывает. Всем, кому только сможет. Как здорово. Спасибо. И удачи в поисках. О, Геральт. Вернемся вместе? С удовольствием. До Новиграда путь не близкий, а в компании дорога пролетит быстрее. Это верно. Ну, поехали. Вот мы и на месте. Спасибо за компанию. Взаимно. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Аккуратно, не обнялись. Когда он начинал учиться в депутстве, хотел заниматься черненьким. Далька у меня. Акция. Один товар по цене двух. Ну, как-то так. Так. Эй! Ну, давайте выпьем, а то ж темнее. Пойдем, пить чудовищ! Точи! Прости, я ищу Марабеллу. Это я. Подожди на улице, я веду урок. Прости, но я не могу ждать. Речь идет о Лютике. Меня зовут Геральт, и я... Геральт? Я знаю, кто ты. Хорошо, если ты так хочешь принять участие в уроке, пожалуйста. Дорогие дети, у Красолова, к сожалению, лихорадка, поэтому сегодня мы пригласили ведьмака, который расскажет нам о своей профессии. Я... Да! Здорово! Надеюсь, ты их не разочаруешь. Ну, кто хочет задать первый вопрос? Я! А что значит, что все ведьмаки похотливые? Вы не должны слушать всего, что люди говорят... Это значит, что они хотят пораньше лечь спать. Поэтому мама хотела уложить того ведьмака в кровать. Дети, что это такое? Следующий вопрос. А правда, что ведьмаки убивают королей? Иногда, если человек проклят и превратился в чудовище, ведьмаку приходится его убить. Даже если это король. Значит, король Фольтест был чудовищем. А как отрезают голову? А ты нам покажешь, как отрезать голову? А можно попробовать эликсиры? На сегодня хватит. Собирайте вещи, увидимся завтра утром. Да! Попрощайтесь с мастером Геральтом. Здорово, что ты зашел! Да ну, вот если бы крысолов... Ну так что? С чем ты пришел? Здорово ты меня подставила. Я бы предпочел иметь дело со стаей накеров, чем с классом девятилеток. Крысолов не возражал. А, ну да. Что с ним случилось-то? Он умер. Похоже, бубонная чума. Я не хотела расстраивать детей. Но ты пришел поговорить о Лютике. Я знаю, что ты недавно виделась с Лютиком. Да, это был самый скучный вечер в моей жизни. Он читал тебе свои стихи? Нет. Мы смотрели Атлас Грибов. Хм. Может... Ладно, даже гадать не буду, что взбрело ему в голову. Его интересовала плесень. Когда он снял руку с моего колена и положил ее на гравюру с пенициллом, я поняла, что у наших отношений будущего нет. А ты видела Лютика после этой истории с грибами? Нет. Я даже думала дать ему еще один шанс. Потому что на самом деле у него золотое сердце. Просто ему нужно немного больше дисциплины. Но он не вернулся, и я решила, нет так нет. Спасибо за помощь. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok И жить не хочется. Ух! Геральт из Ривии! Ведьмак, прозванный Белым Волком! Ты обвиняешься в оскорблении чувств верующих? У нас приказ доставит тебя на допрос, но сперва сдай оружие. Через мой труп. Я тебе говорил, что его не проведешь. Ну что поделаешь, завалим как-нибудь, так нам только чести больше. Помнишь проповедника, который говорил о чародейках и ведьмаках, и которого ты перед верующими оскорбил? От его имени мы приобщим тебя к таинству последнего очищения! Что, драться раскателось? Продолжение следует... Продолжение следует... Раз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok